Боже мой, как же я погуляла, ой, как же я гуляла с душой, гуляла, ой, сейчас одно, сушняк, знаете, когда гуляешь с душой, тело потом отказывается принимать эту душу назад, нет, это не была попойка, это не была, не пьянка, не помню, это было какое-то ледовое попоище, АПЛОДИСМЕНТЫ Столько народу полегло, сейчас я живу, вы же ничего не понимаете, я извиняюсь, сейчас все, значит у меня муж есть Ирёня, У него брат, родной брат, родной, живет в тайге, остался, женился на какой-то снежной бабе, в общем остался в тайге, тут звонит этот брат, этот Серёня, у него юбилей, ему 50 лет, и он очень хочет, по телефону он, чтобы мы приехали к нему отмечать его юбилей, в тайгу, Я говорю своему Серёне, ты что, собираешься ехать? Он говорит, а чё б не оторваться? Я знаю, если мой Серёня оторвется, кто же его назад пришивать будет? АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому я понимаю, что мне надо с ним ехать, как тайга, там никаких дорог, нет, там, в прошлом году там строители вели трассу в этот поселок, вели, Но им привезли цистерну спирта для технических нужд, в общем, эта трасса в этот поселок не попала, АПЛОДИСМЕНТЫ Эта трасса прошла в 100 километрах южнее, АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, слушайте, надо лететь, значит, нужны подарки, нужно как-то приодеться, правда, ну, всё-таки, знаете... Пошла в магазин, купила Серёне костюм, я Серёжке такой костюм... Какой костюм я ему купила? АПЛОДИСМЕНТЫ Но всё-таки человек в тайгу едет, понимаете, надо выиграть. АПЛОДИСМЕНТЫ Он, когда надел этот костюм и увидел себя в зеркаль, он сам с собой поздоровался. АПЛОДИСМЕНТЫ Он решил, что это диктор центрального телевидения зашёл к нам в гости. АПЛОДИСМЕНТЫ Себе я купила платье. АПЛОДИСМЕНТЫ Я купила себе вечернее платье, я купила себе туфли. Серёне я купила костюм, я сказала, себе туфли купила, в ушки что-то повесить. Ну, всё-таки, знаете, мы же на день рождения 50 лет. В общем, приоделись. Я заказала торт, я заказала цветы. Едем. Куда? В аэродром. Два часа мы этим кочком скакали. Я думаю, Боже, ну где же это? АПЛОДИСМЕНТЫ Когда я увидела этот вертолёт, я поняла, что аэродром там, где он упал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы бы видели этот аппарат. Вы когда его фильм смотрели, это... Кинзазар... 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 Помни? Тот же проект. Горшок с пропеллером. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой! Когда мы увидели это, ни одного иллюминатора, ни одного! Лётчики сказали, чтобы не поранить пассажиров при посадке. В общем, стоим с Серёней. Лётчики говорят, надо заправиться. Надо заправиться. Мы с Серёней ждём этот бензовоз, где... Лётчики сели, заправились. АПЛОДИСМЕНТЫ Так можно лететь. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы я знала, что эта машина будет так лететь, я бы сама заправилась под самую завязку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Послушайте, я никогда не видела летательного аппарата, который от высоты теряет сознание. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было ужасно! АПЛОДИСМЕНТЫ Я своим платьем привязалась к креслу, к которому я сидела. АПЛОДИСМЕНТЫ Я эти цветы на нервной почве были у меня в руках и объела всё! Как коза какая-то! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучше всего себя вёл торт. АПЛОДИСМЕНТЫ Я распределился по всей кабине самолёт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Боже мой, когда мы вошли в дом Боже мой, Серёниному брату 50 лет исполнилось Такое впечатление, что с 40-летнего юбилея никто не расходился Меня посадили на лавку Меня посадили какого-то мальчика лет трёх, малыша Посадили Через три минуты он написался В этом и сидели Рядом сидел какой-то огромный дядька, огромный Он мне сказал, разрешите за вами поухаживать Положил мне на тарелку свинящую ногу Пять ложек салата оливье И ещё куриную вот эту половину И сказал мне, закуси, малёха Если не хватит, обращайся Боже мой, я ребёнка спросила, давно тётя и дядя гуляют? Он мне сказал, мне только три года Значит, они начали ещё до того, как он родился Дядька налил мне в бокал этой мути Ой, вы бы видели эту жидкость, эту муть, которая даже не горит, она сразу взрывается Дядька сказал вот это, что рядом Хочу произнести тост Буду краток Встал, выпил и сел Я тоже хотела прибубить Но он так заорал у нас до дна Боже мой, может быть, я бы и выпила до дна Но со дна мне пальчиком поманивал главврач таксилогического отделения Боже мой, вы бы видели эти рюмки В них же можно купать детей То что-то стало жарко Открыли окна в тайгах Включились свет Налетели комары Кома... полчища Это был какой-то всесоюзный слет комаров Кто еще шевелился, того не покусывали Кто уже лежал С того не пытались снять одежду Насосавшись пьяной крови Комары с песнями катались на лампочках Боже мой Тут я отключилась Я помню, что Когда я пришла в себя У меня на коленях Я подумала Боже мой Сколько же я была в отключке Если этот малыш, который сидел на коленях Так успел подрасти Потом я поняла Что на коленях у меня сидит дядька справа Тут кто-то крикнул Петарды И все рванули во двор Я хотела посмотреть, что это Это был везувий вид изнутри Когда копости и гали На четвереньках я Я предползла назад На моем месте сидела рыжая птина Которую сорвалась с цепи Дядька справа обнял ее за талию Я что-то нежно шептал на руку На ухо Я дернула эту псину Двинула ее по заднице Псина убежала Я села, дядька обнял меня И продолжал шептать танж Боже мой Потом мы оказались на печи Это я помню А рядом со мной лежал мой серенька В руках у него была вилка На вилку была наколота Плюшевое ухо медведь Причем половина была съедена Он мне вдруг говорит А что у нас вчера вечером Повели в тайгу за кедровыми шишками Я говорю Из чего ты взял? У меня такое впечатление Уж моей головой Долбили по кедру Тут кто-то заорал Банька по черному Вы знаете, что это? Это когда тебя кипятят В котле у людоеда И сверху посыпают специями И вы меня туда засунули И кипятили Я говорю Господи Только кожу мою Не обезопрасьте, пожалуйста Потом кто-то сказал Теперь кунать ее в озеро Ну а вот и хорошо Сейчас кунать натрет Утопят и все закончат Пришла я в себя на лавке В простыне Тут за руки, за ноги Несли моего Сереню Дядька кричал Как мы тебя попарили Я говорю, что попарили Спасибо А кожу вы с меня содрали Чтобы ее отдельно постирать Потом мы лезли Как мы сажались в самолет Мы увидели дома На видео Чем смотрим Сережа говорит Боже мой, брату 50 лет Не узнаю Не узнаю Какие-то чужие лица Тут звонит брат Он обижен Мы не приехали к нему на юбилей Оказывается Нас грузили в соседние деревни Оказывается Мы были на поминках И вот это Позвонил брат Он хочет, чтобы мы приехали На старый Я говорю Сережа, ты поедешь в Новый год Ты думаешь, ты че ж нет Господи Господи Я прошу вас, люди добрые Что бы со мной не случилось Тело верните, народ Еще меня не забыть Печень запасную взять с собой В общем, нас здесь не будет Старые новые Я поздравляю вас Гулейте хорошо И помните, как мы гуляли Спасибо, мама И пожалуйста Спасибо за просмотр! Спасибо!